Вы находитесь под защитой. Закон есть, и он действует. Здравствуйте. Согласную семью и горе не берет, гласит народная мудрость. А возникли разногласия, не хватило мудрости их преодолеть, жди беды. Людмила К. осталась сама с пятилетней дочкой, девятнадцатилетним сыном студентом. Муж год как ушел, от какой-либо помощи, не говоря уже об участии в воспитании детей, уклоняется, хотя работает, доходы приличные. Меня всегда удивляет, почему при конфликте с уже, возможно, нелюбой женой зачастую мужчина не хочет нести ответственность за рожденного ребенка и помогать ему. Увы, таких случаев в практике масса. Как действовать, как выживать женщине одной и суметь вырастить детей? Как всегда, ответ смотрим в законе. Вы находитесь под защитой. Закон есть, и он работает. Согласно закону, нужно обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Развод еще не оформлен. Может, и не положено подавать в таком случае на алименты, спрашивает Людмила. Закон не связывает право на взыскание алиментов на ребенка с разводом, поскольку это разные правоотношения. Поэтому, даже находясь в браке, супруг, который содержит детей, имеет право подать иск в суд о взыскании с другого супруга алиментов. То есть, если супруги не находятся в разводе, даже живут вместе, но один из них уклоняется от содержания детей, второй супруг вправе через суд взыскать с другого супруга алименты на детей. Не только общественная человеческая мораль, но и закон указывает, родители обязаны содержать ребенка, но достижением совершеннолетия. Статья 180 Семейного кодекса Украины. Иск в суд Людмила вправе по своему выбору подать по месту своего жительства или по месту жительства ответчика мужа. Согласно статье 185 Семейного кодекса, тот из родителей, с кого взыскиваются алименты на содержание ребенка, обязан участвовать также и в дополнительных затратах на ребенка, как называет их закон. Это те затраты, которые вызываются особыми обстоятельствами. Развитие способностей ребенка, например, оплаты в кружках, секциях, музыкальной школе, а также болезни, инвалидность ребенка и тому подобное. Если не договорились между собой о выплате также и этих дополнительных затрат, в суд. Алименты, как известно, суд определяет в части от заработка дохода или в твердой денежной сумме. То есть супруг выплачивает, например, это не обязательно такая часть. Часть заработка, одну четвертую часть, или же, например, 900 гривен в месяц. Не привязываясь к сумме заработка. Кстати, многие не знают, что закон, статья 189 Семейного кодекса Украины, разрешает в данных случаях и не ходить в суд. Родители могут заключить договор о выплате алиментов и заверить его у нотариуса. Не выполняется такой договор? Не страшно. За его исполнением, так же, как и за исполнением решения суда, можно обратиться в государственную исполнительную службу. Что касается совершеннолетнего сына Людмилы, студента. Согласно статье 199 Семейного кодекса Украины, в случае, если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и в связи с этим требует материальной помощи, родители обязаны содержать такого ребенка до достижения 23 лет, при условии, что они могут это делать, то есть материально помогать. Поэтому Людмиле К. Иск можно предъявить о взыскании алиментов на двоих детей. В адвокатской практике возникает масса случаев, когда алименты суд присудил, а супров все-таки уклоняется от их оплаты детям. Закон и здесь на страже. Ответственность за просрочку алиментов. Статья 196 Семейного кодекса Украины. При возникновении задолженности по алиментам, назначенным в судом, получателями алиментов имеет право на взыскание неустойки пени в размере 1% от суммы невыпланных алиментов за каждый день просрочки. Иными словами говоря, не платит должник алиментов, к примеру, год, и задолженность при этом уже выросла до 10 тысяч гривен, например. На эту сумму может быть начислена пеня в размере 100 гривен, умноженная на 365 дней, итого 36 500. Это пеня. Плюс 10 тысяч гривен основного долга. 46 500. Хорошая сумма. Так закон защищает детей и помогает дисциплинировать злостных неплательщиков. В практике бывают случаи, когда размер такой неустойки достигает десятки тысяч гривен, так как платильщики алиментов годами уклоняются от их выплат. Однако следует помнить, что судом может быть уменьшен размер этой неустойки с учетом семейного и материального положения платильщика алиментов, например, в случае, когда у него в другой семье также родился ребенок, или с учетом ухудшения состояния здоровья, в случае, если есть инвалидность. Зачастую неплательщики алиментов оправдывают себя тем, что, мол, бывшая жена будет пользоваться алиментами, а ребенку мало что достанется. Понятно, что, как правило, это бывает просто отговорка. Но следует знать, что на этот случай есть закон, статья 179 Семейного кодекса Украины. Она разрешает несовершеннолетнему ребенку, таковым считается ребенок от 14 до 18 лет, самому принимать участие в распоряжении алиментами. Да и родителю, который платит алименты, ничего не мешает проконтролировать данные расходы на ребенка. Вы находитесь под защитой. Муж с женой подобен луку, луку с крепкой тетивою. Хоть она его сгибает, но ему сама послушна. Хоть она его и тянет, но сама с ним неразлучна. Порознь оба бесполезны. Генри Лонгфелла. Вы находитесь под защитой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова